Друзья, не спешите перематывать ролик. Как вы знаете, наша команда — это не только гиг-мовис. Мы успешно болтаем обо всех вещах на планете. Что за шумиха вокруг штурма Зоны 51? Об этом вы можете узнать на нашем канале Kickbrains. Любите сериалы и хотите узнать больше о пацанах или Чернобыле? Милости просим на старый добрый не спойлер. Насмотрелись Чернобыля и хотите узнать обо всех ядерных катастрофах в США и СССР? Наш канал «Другая история» ждет вас. Подписывайтесь по ссылкам в описании. Мы рады работать для вас круглосуточно. Здравствуйте! Вы смотрите Geek Movies! Мстители 4 позади, до следующего фильма Марвел еще 9 месяцев, а Сони выпустит Морбиуса лишь 31 июля 2020. На этом фоне у многих возникает закономерный вопрос — а где вообще DC? После Шазама соседка Марвел, казалось бы, ушла в тень, но только на первый взгляд. Ибо по данным аналитиков, Джокер соберет чуть ли не миллиард, Скала, наконец, объявит дату съемок Черного Адама, а руководство чуть ли не официально подтвердило выход версии Лиги Справедливости от Зака Снайдера. Что вообще происходит и как DC может встать с колен? Об этом мы поговорим прямо сейчас. В прошлом видео мы официально установили, что любимый фильм о Мстителях, работяг из Geek Movies — это Война Бесконечности. Ну а в этом попытаемся понять, есть ли шансы у Джокера. Верите в фильм? Поддержите его в комментариях. Ибо аналитики в него очень даже верят. Когда проект только анонсировали, не шутил над версией Хоакина Феникса, только ленивый. Прошло время и теперь бокс-офис про обещает фильму Тодда Филлипса 75 миллионов лишь за дебютный уикенд в США. На секундочку Аквамен заработал меньше 70, а в итоге пробил миллиард. Предсказания взялись не на ровном месте. Warner Bros. после тестовых показов настолько уверена в проекте, что не парясь заявила его к показу на крупнейших кинофестивалях. Торонто, Венеция — на эти показы для критиков привозят только кино, которое планирует получать Оскары. Из нашего разбора без спойлеров вы могли познакомиться с набросками сюжета. А что главное, с необычностью фильма. Вышедший недавно сериал «Пацаны» показал, как здорово обществу заходят новые необкатанные Марвел-подходы к супергероям. Джокер продолжит идею грязного и реалистичного мира, ни в одном глазу не похожего на кинокомиксы. А еще однозначно получит возрастной рейтинг R. Режиссер Тодд Филлипс официально развеял все сомнения. Проект будет безумным, суровым и зубодробительно жестоким. Речь не о супергероике, речь о полноценном художественном фильме. И это здорово. Пробивать DC путь на вершину Хуакин Феникс будет не один. Кто, как не Дуэйн Джонсон, способен вернуть студию туда, где ей полагается быть? И в последнее время «Скала» ну уж очень много говорит о «Черном адаме». У этого есть причины. У фильма появился режиссер в лице Жаоме Кальецеры. Дуэйн тепло принял создателя «Отмели» и пообещал, что съемки начнутся уже в следующем году. Чуть позже продюсер Хирам Гарсия уточнил и точную дату – осень. Такими темпами выход возможен уже в 2021 году, что не может не радовать, ибо роль злодея «Скала» получил уже 5 лет назад. К слову, чуть раньше, в середине 2020-го, планируется начать и съемки «Шазама 2». Фильмом официально занят сценарист первой части Хенри Гейден, да и режиссер Дэвид Сэндберг практически однозначно возвращается. Сам факт съемок подтвердил Захари Ливай, исполнитель главной роли. А еще расстроил фанатов. По словам Захари, «Черного Адама» в «Шазаме 2» не будет. Актер заявил, что на данный момент никаких планов по кроссоверу нет, и его сиквел будет отдельной историей, сосредоточенной на самой себе. Эпичное столкновение Ливая и Дуэйна Джонсона ожидается в «Шазаме 3». Почему? Нехитро прикинув даты съемок, становится ясно, что над «Шазамом 2» начнут работать чуть раньше. А следовательно, и выйдет он чуть раньше «Черного Адама». «Скала» определенно запишет камео вроде того, что мы видели в конце «Шазама» с Суперменом, но не более того. Ибо любое полноценное появление парня может навредить сборам его сольника. На данный момент, на 2021-й у DC еще есть место, так что в любом случае дебют Дуэйна Джонсона в киновселенной состоится именно в поза следующем году. Но кто занимает уже занятые места? Само собой, старина «Бэтмен». К сожалению, после кастинга Роберта Паттисона инфополе затихло. Радует лишь, что оператором взяли Грейга Фразера, работавшего над «Изгоем 1». А в остальном из интересного можно отметить лишь то, что подробности сценария Бена Аффлека таки появились в сети. Неизбывшийся проект прошлого «Бэтмена» был сосредоточен на темной стороне личности Брюса Уэйна. Основная часть действий проходила в Аркхэме, и потом он был похож на другой фильм актера, исчезнувшую. Куча злодеев, безумие и не слишком добрый «Бэтмен», которому приходилось принимать тяжелые решения. К сожалению, этот фильм лег на полку к Лиге справедливости Зака Снайдера. А под ним, к слову, полочка неплохо шатается. Марк Хьюз из журнала Forbes недавно подкинул дровишек в костер, заявив, что фильм готов на 90%. Кевин Смит подтвердил это. По словам актера, он говорил с десятком авторитетных людей из студии, признавших наличие фильма. Ну а самое главное, маэстро Снайдер, наконец, официально забил гвоздь в гроб, пояснив, что его версия у Warner Bros. есть. Однако есть и проблема. Как видно по фото Зака, визуальные эффекты в некоторых сценах далеки от завершения. The Telegraph обратился с консультацией к одному из экспертов, и тот пояснил, что доработка обойдется в Warner Bros. в 30-40 миллионов баксов. Сущие копейки на фоне того, насколько дороги современные блокбастеры. Более того, осенью состоится запуск стриминг-сервиса, который должен стать аналогом Disney+. И многие поговаривают, что студия может таким образом забайтить фанатов Снайдера на подписку. Идея не лишена смысла, особенно если проверить аккаунт HBO в Азии. Если кто не был знаком с нашими видео, стриминг-сервис Warner Bros. будет называться HBO Max и хозяйка Игры Престолов, дочка владельцев киновселенной DC. А ирония в том, что во время Комик-кон в Сан-Диего фанаты выкупили один из главных баннеров. Все проезжающие на фестиваль видели требования с выпуском версии Зака Снайдера. Новость разлетелась по Твиттеру, и официальный аккаунт HBO Азия прокомментировал его мемом. «Тяжело дышит», — так написано под звездочками. И обычно это символизирует «что-то, чего очень хочешь». Ну а когда цитата принадлежит представителю сервиса, где может выйти фильм, выводы однозначны. Пусть WBA бормочет что-то о невозможности, мы-то знаем, что в студии руководство меняется каждую неделю. Так что через годик-другой мы можем ожидать появления злого Супермена и Дарксайда, фотографией которого также делился Снайдер. Отдельного упоминания заслуживает и «Отряд самоубийц 2». Джеймс Ганн в очередной раз подтвердил, что не относится к проекту как к мимолетному роману на стороне от Марвел. Напротив, в Сан-Диего ни слова не произнесли о «Стражах галактики 3». И как пояснил режиссер, как раз потому, что сейчас он полностью сосредоточен на сиквеле похождений Харли Квинн. Прямо в данный момент он готовится к съемкам, что начнутся уже в следующем месяце. И здесь данных хоть отбавляй. Начнем с тех, кто вернется. Само собой, это Марго Робби. Также вновь покажутся Рик Флэг, Капитан Бумеранг и Виола Дэвис. Кучу мемов породил Идрис Эльба, присоединившийся к фильму, но рекаст Дэдшота не подтвердился. Теперь поговаривают, что лучший ведьмак воплотит Бена Тернера, более известного как «Бронзовый тигр». Если вкратце, это мастер единоборств, который побеждал даже Бэтмена. Он шикарный шпион и настоящий лидер. Эльби дадут много времени, на что намекает кастинг дочери. Шторм Рид сыграет ребенка-актера, а значит, его на экране будет много. Команду в целом ждут большие изменения. О конкретных новых персонажах ходят только слухи, но как минимум одного мы можем подтвердить. Недавно у Джеймса Ганна был день рождения. И съемочная группа весьма внезапно подарила парню тортик с изображением короля акул. Его появление ожидалось еще в первой части, но тогда парня прибрал к рукам сериала «Флэши» и выбор пал на мистера Крокодила. Теперь повелитель всех акул почти со стопроцентной вероятностью появится на экране. Ведь стали бы работники съемочной команды дарить режиссеру торт, где указан участник отряда самоубийц, которого не будет в фильме. Ну и, конечно же, ролику по DC не обойтись без «Чуда женщины». Очаровательная Галь Гадот давно завершила съемки, и первоначально ее фильм должен был выйти 1 ноября этого года. Премьеру перенесли на 2020-й, и после долгих слухов продюсер наконец рассказал почему. По словам Чарльза Ровина, Борнер Бразерс спешила и хотела отметиться в 2019-м чем-то максимально громким. Они просили студию о переносе, но получили отказ. Однако, после многообещающих данных по Джокеру, ребятам дали зеленый свет на выход в 2020-м году. И это очень здорово. DC перестало устраивать гонки, штормить режиссеров, торопить их и перекраивать проекты до неузнаваемости. Ведь есть еще «Аквамен 2», «Хищные птицы» и другие многообещающие фильмы. Жалко, что для нахождения правильного подхода ребята пожертвовали Заком Снайдером, но, как вы теперь понимаете, выход его версии Лиги Справедливости более чем возможен. Если хотите ее увидеть, не скупитесь на лайки, ведь ролики по DC нынче не в ходу. Мы рады выпускать их больше. Покажите, что вам интересно, и мы не останемся в долгу. До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»